Продолжение следует... Бог дал людям возможность выбирать между жизнью ради золота этого мира или жизнью ради славы Божьей. Молюсь, чтобы вы от всего сердца взывали к Богу со словами «Господь!» Я довольно долго жил в непослушании, прошу, дай мне сил отказаться от этого золота ради твоей славы. Не пропустите! Нетленное богатство! Прямо сейчас! Любой, кто пережил благодать Божью, но не отнесся к этому с достойной благодарностью, тем самым своими действиями аннулирует свою же веру. Так много христиан, которые открыто исповедуют свою веру устами, но своими поступками отрекаются от нее. А вот печальные данные статистики не только за последние годы, а за десятилетия. Большинство христиан в Америке жертвуют Господу менее 2,5% от дохода. Что-то ужасное случилось с христианами, раз они по благодати жертвуют меньше, чем евреи жертвовали под законом. Ведь в Завете они жертвовали 23 и 1,3%. Сейчас я вам об этом расскажу. При этом сверх этого они приносили добровольные жертвы. Большинство прихожан в Америке жертвуют импульсивно или из чувства вины, внушенного проповедникам. Это самый печальный способ жертвовать. Это последнее. 16-я проповедь из жизни Моисея из серии «Отказываясь от золота ради славы Божьей». Пожалуйста, откройте вместе со мной Исход, 35-ю главу. «И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, а вот что заповедал Господь. Сделайте от себя». Можете подчеркнуться в Библии эти слова? «От себя сделайте от себя приношение Господу». Каждый по усердию. Ключевое слово «по усердию» его тоже выделится. «Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу. Золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета. И весон, и козью шерсть, кожи бараньи красные, и кожи синие». Только не надо в следующее воскресенье так делать. «Дерево сетим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания, и для благовонных курений, камень оникс и камни вставные, для ифоды и наперстника». Тридцать шестая глава. Шестой стих. «И приказал Моисей, и объявлено было встание. Хватит приношений». Это то, что буквально они сказали. «Чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения в святилище. И перестал народ приносить». Запаса было достаточно на всякие работы. Какие надлежало делать? И даже осталось. Моисей довольно ясно дает понять, что смысл приношения не в самом приношении, а в отношении, с каким оно делается. Давайте мы прочитаем четвертый и пятый стихи из тридцать пятой главы. А вот что заповедал Господь. «Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу». Господь ищет сердце, которое желает. Господь ищет сердце, которое испытывает радость от этого самого приношения. Можете сказать «по усердию». Иисус одобряет такой подход к даяниям, говоря, «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Некоторые люди путают и переставляют слова, говоря, «Где сердце ваше, там и сокровище ваше». Нет, это не то, что Он сказал. «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Пожалуйста, услышьте, это важно. Нет лучшего способа продемонстрировать свое отношение к Богу, чем через искреннее даяние, пожертвование. Это один из лучших способов выразить Ему благодарность за благодать и милость, которые Он излил на меня. Нет более прекрасного способа выразить мою признательность за крест, чем мое приношение. Нет более замечательного способа проявить мое посвящение Христу, чем мое искреннее даяние. Кто-то скажет, «Майкл, подожди минутку, погоди, как это так?» Послушайте внимательно. Иисус не сказал, «Там, где ваши песни, там и сердце ваше будет». Ведь правильно? Я это и себе говорю. Он не сказал, «Там, где ваши проповеди, там и сердце ваше». О, нет, нет. Он не связал сердце ни с чем, кроме сокровищем. «Где ваши сокровища, там вы найдете ваше сердце». Я бы хотел признаться вам в кое в чем. Многие из вас уже знают это, потому что я писал об этом в моих книгах, но это мое свидетельство, которое я не раз рассказывал в проповедях. Я был поставлен на служение через рукоположение церковных лидеров. Я был служителем, и в то же время я был неверен в моих пожертвованиях Богу. Это абсолютная правда. Я говорю вам, и Господь мне в этом свидетель, что я больше ни за что и никогда не вернусь к тому заблуждению. В то время я легко обосновывал свою неверность. Я вам так скажу. Если вы считаете, что для вас нет ничего сложного оправдать свой грех, то вы даже близко не стоите в этом с проповедниками. Теологи и проповедники в этом гораздо изворотливее любого из вас. Мы знаем Библию, мы можем обернуть ее в свою пользу. Мы можем спорить и торговаться с Богом. Понимаете, я же из Средней Азии, и я умею торговаться. Но я совсем забыл, что Иисус вырос по соседству и может с легкостью переторговать с кого угодно. Итак, Бог повелел Моисею построить Скинию. Это такой огромный шатер. Он символизирует, что Бог обитает среди его народа. Такова цель этого строения, его предназначение. Я хочу, чтобы вы представили следующее. Вообразите огромный стадион, который видно из любой точки вашего города. Неважно из какого дома, в низине или на холме, где бы вы ни находились и откуда бы ни смотрели, вы бы видели этот стадион. Его невозможно не заметить. В этом был замысел, чтобы люди всегда видели и осознавали, что Бог рядом с ними, где бы они ни были. И также, поэтому, куда бы они ни шли, они носили с собой ковчег Завета. Это было предзнаменование прихода Мессии, Господа Иисуса Христа. Библия говорит, Он Эммануил, Бог с нами. Он живет среди нас. Он разбил Свой шатер среди нас. В Евангелии от Иоанна говорится, что Он обитает среди нас. В Библии очень много раз упоминается это. А также, что Бог обитает среди словословия Его народа. Имеется ли здесь в виду конкретно песня? Нет, прославление — это не просто наше пение. Пение — только один из способов выразить хвалу. Ведь прославление Бога включает и жертву. Вот почему в Библии говорится «жертва славы» — не просто пустые слова. Пустые слова, пустое поклонение и пустые разговоры не особо приятны Богу, а человек, приносящий это, не благословляется им. Библия говорит об этом снова и снова. Я хочу, чтобы вы сфокусировались на Божьем приглашении для тех, кто желал сделать добровольное пожертвование для Скинии. До этих самых пор милость Бога полностью обеспечивала их всем необходимым на пути их спасения из Египта. И им для этого даже делать ничего не надо было. И вы можете задаться вопросом, «Так почему Бог просто не щелкнул пальцами, и Скиния не опустилась с небес точно в том виде, как он и описывал им?» Ведь когда вы читаете описание, как оно должно было выглядеть, то, например, для меня, человека невнимательного к деталям, это просто ужас. Я очень рад, что он не попросил меня участвовать в этом, иначе это был бы просто бардак. Почему он не щелкнул пальцами и Скиния не появилась в точности такой, как он хотел? Потому что Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка. Бог давал и давал. Благословлял и еще добавлял сверху. Он давал, когда они прославляли его. Он давал, когда они жаловались и роптали, стонали и плакали. Он давал, когда они требовали. Он давал, когда они закатывали истерики. Но почему же он не переставал это делать? Из-за своей верности. Не из-за них. Давайте подумаем вместе. Предположим, есть отец, который отдал своему сыну буквально все. И вот этот сын вырос и стал подростком, а отец продолжает так же давать ему все, в чем он нуждается, все, чего он хочет. А сын при этом даже пальцем не пошевелил за все это время, чтобы хотя бы что-нибудь сделать по дому. Никогда никому не помогал, кроме себя самого. И вот он дальше растет и становится мужчиной. И отец все так же обеспечивает его всем. Он получает все, что хочет, все, что ему нужно снова и снова. Каким же мужем он станет? Каким работником он будет? Что это будет за гражданин? Каким членом церкви он будет? Кто-нибудь в здравом уме сможет сказать, что этот сын здоров эмоционально и духовно? Конечно, нет. И то же самое относится к израильскому народу, который в Библии сравнивается с сыном. Помните, написано, «из Египта вызвал сына моего». И в Евангелии от Матфея Израиль сравнивается с Иисусом, когда говорится, что Израиль — сын, который был непослушен, а Иисус — сын, который послушен. Эта мысль идет через все Евангелие от Матфея. Понимаете? Это сын, которого он вызвал из египетского рабства. Он хочет, чтобы его народ был здоров и эмоционально, и духовно. Он желает, чтобы они подражали Богу. Он хочет, чтобы у них было такое же щедрое сердце, как и у их Небесного Отца, чтобы они проявляли Его Дух. Точно так же он желает, чтобы все, кто носит имя Христа, кто спасен только благодаря милости и вере, были эмоционально и духовно здоровы, как? Жертвенно, отдавая саму свою суть. Вы получили спасение благодаря благодати, обеспечения по милости, защиту по благодати. Ваши насущные нужды восполнены благодаря милости. Он направляет вас на вашем пути по милости. Что же мы тогда за сыны и дочери искупления, если не находим в наших сердцах желание отдать обратно хотя бы 10% и потом еще сверх этого пожертвовать добровольно? Что же мы за сыны и дочери искупления, если только берем, берем и берем, потом снова берем, еще немного, получаем и получаем, принимаем и принимаем. «Но все, что мы отдаем, так это крохи с нашего стола». Вот какие установления дал Бог Ветхом Завете. Я говорил вам, что мы вернемся к этому. Вот его повеление из Ветхого Завета. Он сказал, «Во-первых, первые 10% идут левитам». Это священники, которые служили в храме. «Во-вторых, первые плоды урожая или от их труда». То есть они собирали свою жатву и от нее отделяли еще 10% Господу. Третьи 10% они давали каждый третий год. Я говорил, что в итоге они отдавали 23,1%. Можете проверить меня. И сверх этого они приносили добровольные приношения. «Зачем Бог это делал? Он просто хотел сделать их нищими? Потому что, мне кажется, это то, как это сочтет современный мир. Он хотел, чтобы они страдали? Ну тогда для чего? Он хотел сделать их убогими? Он хотел напомнить им, что он хозяин всего. Аминь? Он владелец. Он хочет научить их, что секрет получения благословения в даянии. Он хочет объяснить им, что, чтобы принимать, надо отдавать. Он хотел, чтобы они знали, что он и только он один дает им все. Все. Ни ваш работодатель, ни ваш начальник, ни ваше правительство, ничто. Бог, тот единственный, кто дает все. Есть еще кое-что. Отдавать Богу первые плоды урожая — это демонстрация. Это четкое заявление о том, что Бог — хозяин всего. Это все равно, что сказать. О, Господь, я не просто послушен, я доверяю Тебе, что Ты обеспечишь меня. И завтра я доверяю, что Ты обеспечишь и мое будущее, и будущее моих детей, и даже будущее моих внуков. Бог, я верю, что Ты дашь мне на этом пути все, в чем я буду нуждаться, потому что Ты был верен в прошлом, верен в настоящем и будешь верен в будущем. Есть объяснение, почему отдаются именно первые плоды. Первые, потому что они лежат сверху, а не внизу. Ведь иногда, пока дойдешь до низа, уже ничего не остается. Тогда ты отдаешь самое первое, а не остатки. Это самое лучшее, а не отбросы. Это напоминает мне историю о фермере, у которого было две коровы. Одна белая, другая коричневая. И он все время повторял своей семье и друзьям. Одна из этих коров принадлежит Господу. Одна из них это корова Господа. Одна корова принадлежит Господу. Но он никогда не уточнял, какая именно. И когда одна из этих коров умерла, он покачал голову и сказал, ой-ой-ой, Господь только что лишился своей коровы. Послушайте, вы должны понимать кое-что важное. Если вы не изучали Ветхий Завет, то обязательно сделайте это. Потому что, когда народ Божий позднее стал применять подобный подход, тогда это привело Божий суд на них. Бог отдал их в вавилонский плен. Он сказал, с меня достаточно. Он сказал, Исаии, эти люди поклоняются мне только своими устами, но сердца их далеки от меня. И тебе не надо оканчивать семинарию, чтобы понимать, что подобное оскорбляет Бога. Вот почему Малахи он говорит, можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня. И тут они спрашивают, а чем обкрадываем мы тебя? Он отвечает десятину и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы обкрадываете меня. Согласитесь с любым, кто придет и скажет вам, ну, десятины и приношения это уже Ветхий Завет, но при этом закончите эту фразу, сказав, да, но это был не конец истории, а лишь начало Нового Завета. Через это Бог привел нас к гораздо большему, чем просто десятинам. Он дал нам благословение, которое мне даже трудно вообразить. Эти люди были настолько переполнены Божьей щедростью, что отдавали и отдавали, приносили до тех пор, пока Господь не сказал через Моисея, остановите приношение. Он сказал, хватит, больше не надо. Представьте, проповедник говорит пастре, вы дали больше, чем достаточно для служения, для миссии, для бедных и для всего остального. Хватит жертвовать. Послушайте, Библия говорит нам всем, чтобы все участвовали в этом свободном, в этом суть свободное участие. Услышьте меня, десятина была первым реальным тестом на их послушание Богу, а добровольное приношение стало первым реальным тестом на проявление их любви к Богу. И та радость, которая цекла через них, и тот дух щедрости стали настолько заразными, что все стали давать и приносить столько, сколько только могли. Никто не задавался вопросом. А вот вы скажете мне, десятина от ничего это сколько? Когда их сбило с ног этой волной щедрости и приношений, они были изменены. на самом деле изменены. Каким образом они из критиков и жалобщиков превратились в радостных поклонников? Обратите внимание, ничто не может сделать вас более радостными, чем дух жертвования. Каждый из них отдавал то, что мог. В точности то же самое произошло 400 лет спустя, когда Давид обратился к народу с просьбой сделать добровольное приношение для строительства храма в дополнение к их десятинам и первым плодам урожая. Когда вы придете домой, обязательно прочитайте весь этот отрывок. Это первая книга Паралипоменон, 29 глава. Я коротко перескажу вам это. Давид говорит, «Но от тебя все, и от руки твоей полученное мы отдали тебе». Заметили? Давид измеряет их преданность Богу их же желанием освободиться от любви к деньгам и жертвы для Господа. Мы отдаем десятину, потому что Бог говорит об этом, но затем мы переживаем несказанную радость и испытываем невыразимые благословения, и тогда мы даем добровольное приношение. Не из-за послушания, но из-за чистой любви. А вот почему Библия говорит, что у него есть особое место для щедродающих. А почему? Потому что щедродающий являет характер Бога, а он любит тех, кто подражает ему в щедрости. Я понимаю, что на самом может быть слегка преждевременной, потому что наш Бог желает тебя, прежде всех твоих приношений. Ему нужен сам ты. Если ты еще не отдал свою жизнь Иисусу Христу, сейчас самое подходящее время сказать «Господь Иисус, я прихожу к тебе, я принимаю тебя в свою жизнь, прости мои грехи». И это первый шаг. Продолжение следует...